Это неделя в Краснодаре. Меня зовут Дмитрий Пономарёв. Здравствуйте. О том, чем была наполнена жизнь города и его жителей, какие новости попали в наши эфиры и показались наиболее значимыми, расскажем прямо сейчас. И вот лишь некоторые темы программы. Ответы от первого лица на самые актуальные вопросы. Глава Краснодара Евгений Первышев провел традиционный брифинг с журналистами. Национальные проекты на народном контроле. На краевом совещании губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, как новый сервис поможет отслеживать ход реализации нацпроектов и делать прозрачней работу чиновников. Золотой ключик отворил двери для маленьких горожан. Современный и вместительный детский сад торжественно открыли в поселке Плодородный. На этой неделе глава города провел традиционный брифинг с журналистами. Ситуация с сафари-парком, реконструкция сеного рынка, проблемы с заменой лифтов, строительство нового Яблуновского моста и ливневки на Петра Метальникова. Эти и многие другие темы затронул Евгений Первышев. Всего на встрече обсудили более двух десятков вопросов. Продолжит тему Анастасия Федотова. Встречи главы кубанской столицы с прессой уже стали доброй традицией. И сегодня Евгений Первышев вместе с журналистами подвел итоги девяти месяцев работы и ответил на актуальные вопросы. Начали с наболевшего. Первый вопрос касался ситуации вокруг сафари-парка. Я никоим образом не против самого сафари-парка и работы зоопарка на территории города. Он востребован и безусловно очень много жителей города Краснодара и людей, которые к нам приезжают, его посещают. Но в целом хочется отметить, что это плановая работа по анализу вообще всей земельно-правовой документации в городе Краснодаре. По тем земельным участкам, которые отчуждались с территории общего пользования. А парк расположен на территории Солнечного острова. У нас эта территория была общего пользования. В том числе будет подвергаться анализу, как и по многим другим территориям. Глава кубанской столицы добавил, что это лишь часть большой работы по возвращению земли в муниципальную собственность, чтобы мэрия в том числе могла заниматься благоустройством этих территорий. Для удобства жителей на сайте администрации Краснодара подготовили интерактивную карту всех участков, которые город вернул из частного пользования. Еще одна из тем, которые на слуху – проблемы с заменой лифтов в многоэтажных домах. Ее на брифинге также не обошли стороной. Честно скажу, ситуация сложная. Подрядная организация, которая в этом году у нас выиграла работы по замене лифтового оборудования в рамках работ, связанных с деятельностью регионального оператора, как мы видим, это действительно факт, не справляется с взятыми на себя обязательствами. Рассчитываем, что, конечно, все работы этой компании будут завершены до конца этого года. Прилагаем к этому все усилия. Всего на встрече подняли более двух десятков тем. Глава Краснодара рассказал о продлении трамвайных путей, обновлении подвижного состава общественного транспорта, планах на строительство школ и детских садов. Не остался без внимания и дорожный вопрос. Конечно же, как и всех жителей Кубанской столицы, журналистов волновала ситуация с возведением нового Яблановского моста. Стоимость самого проекта, с его реализацией, по разным источникам, от 7 до 9 миллиардов рублей может составлять. Для бюджета муниципалитета это непосильная ноша. Мы бы никогда не смогли отвлечь такое большое количество денежных средств и реализовать этот проект. Он находится в разработке и получил уже положительное заключение, соответствующее государственной экспертизы, в разработке Министерства строительства Краснодарского края. Минтранс Краснодарского края в этом году реализует первоначальный, первый этап. На эти цели выделено 500 миллионов рублей. Планируется, что новый мост будет располагаться почти в створе существующего и после строительства там изменится организация движения. Напомню, чтобы увеличить срок службы действующего Яблановского моста, чтобы он дожил до возведения дублера, по нему запретили ездить грузовому и пассажирскому транспорту. В продолжение дорожной темы поговорили о строительстве ливневой канализации на Московской и Петрометальниково. Глава Краснодара отметил, что работа в стадии завершения. Уже проложены сети водоотведения на улицах Российской, Московской и Советской. Построена камера гашения, идет монтаж насосного оборудования. Что необходимо еще сделать? Необходимо, мы завершаем работы, связанные с проектом планировки межевания, прохождение коллектора непосредственно уже от Петра Метальникова до Валки-Осечки. Дальше приступим к проектированию, то есть в трудном исполнении водоотводящих сетей и, соответственно, очистных сооружений. Ну и будем в кратчайший период времени, это буквально следующий год, строить КНСки по улице Российской. Там как минимум нужно две, чтобы мы воду с Восточного Круглюковского микрорайона забирали в коллектор по улице Российской. Отдельный блок вопросов на брифинге посвятили благоустройству города. Поговорили о строительстве единой набережной вдоль реки Кубань, создании новых зеленых зон, а также борьбе с визуальным мусором и реконструкции важных для истории города сооружений. В частности, речь зашла о сенном рынке. Может быть, даже в этом месяце мы покажем приблизительный проект реконструкции самого сенного рынка. То есть, все-таки мы проводили достаточно плодотворную работу, переговорные процессы с собственниками сенного рынка. В части того, чтобы навести там порядок и вернуть сенному рынок былое величие и славу, я так считаю. Потому что это все-таки достопримечательность города. И в том виде, в том состоянии, в котором он находится, это, во всяком случае, не украшение. Открытое общение главы кубанской столицы с журналистами длилось около полутора часов. Ни один из вопросов не остался без ответа. Полный перечень затронутых на брифинге тем и ответы Евгения Первышева уже сейчас можно найти на официальном сайте администрации Краевого центра. Там размещена стенограмма основных тем. Анастасия Федотова, Алексей Попов и Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». За нацпроектами сможет следить каждый. В ближайшее время на Кубани заработает интернет-портал. На нем любой желающий сможет посмотреть, когда в его городе или селе появится, например, больница и сколько это будет стоить. Об этом стало известно на краевом совещании под руководством губернатора. Как исполняются федеральные и региональные программы, расскажем далее. Здравоохранение, демография, производительность труда, безопасные дороги и целый ряд других направлений. Национальные проекты охватывают самые важные сферы жизни. Поставленные задачи выполнить нужно до 2024 года. Времени на обсуждение или согласование документов не осталось. За реализацией каждого этапа в регионе лично следит губернатор. Сегодня Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором, напомним, черновников всех уровней о персональной ответственности за срыв программ. Освоение средств по национальным проектам у нас превысило 55%. Если уж объективно говорить, коллеги, это больше на 10%, чем в целом по стране. И здесь можно отдельно сказать, что есть проекты, которые уже практически завершены, и это не может не радовать, но есть проекты, которые и проседают. Вот, коллеги, те проекты, которые подошли к завершению, это люди делали, и наши с вами коллеги. И те проекты, которые проседают, там тоже люди, в том числе и наши коллеги, только, наверное, недостаточно делали. Недостаточно. И там, и там люди. Только одни с большей долей ответственности, а другие, что как всегда, ну, как-нибудь. Вот в этой ситуации как-нибудь не устраивает ни меня, я уверен, ни вас, и никого, особенно жителей края. Хорошие темпы набрали программы, связанные с безопасностью и качеством автомобильных дорог. Задачи, поставленные на текущий год, уже выполнили в полном объеме. Отремонтированы больше 130 объектов по всему региону. В порядок приведены почти 250 километров краевых и муниципальных дорог. На эти цели направили почти 4 миллиарда рублей. Особое внимание и проектам, связанным с развитием здравоохранения. На модернизацию поликлиник, закупку нового оборудования и подготовку врачей только в 2019 году выделят больше 3 миллиардов рублей. Все нацпроекты важны. Но здравоохранение – это жизнь, это здоровье. Оно максимально важно для человека. Не важно, какого уровня и социального положения. Не важно. Вот это для нас всех принципиально важно. Чтобы выполнить национальные проекты, в полном объеме в крае разработали собственные региональные проекты. Их 45 по 11 направлениям. На местах воплощением в жизнь поставленных задач занимаются главы городов и районов. Совсем скоро следить за реализацией нацпроектов в Краснодарском крае сможет любой желающий. Для этого на Кубани запустят специальный интернет-портал. Новый сервис сделает работу чиновников прозрачнее и поможет людям понять, где, что и когда будет сделано в регионе в рамках федеральной программы. Это принципиально важно, потому что я уже сказал, что национальные проекты – это проекты, в реализацию которых вовлечена вся нация. И люди должны видеть уже реализацию национальных проектов, видеть вокруг себя. Но чтобы им было понятно это и прозрачно, что мы делаем портал, где, еще раз подчеркиваю, надо отразить все, что они получат. Люди получат уже вслед с реализацией национальных проектов – это школы, еще раз подчеркиваю, детские сады, это ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты, они сегодня максимально востребованы. Спортивные площадки, детские площадки, тротуары, дороги – все это должно быть предметом этого портала. Вот все, каждый зашел, где он живет, посмотрел, и что там будет в рамках реализации национального проекта. Сейчас у нас две недели на его, ну так называемый, пусконаладку. Мы сейчас просто его уже эстетически и содержательно наполняем. Портал создан, в течение двух недель он заработает, будет официально доступен для всех. Уже через месяц под руководством губернатора пройдет еще одно совещание по реализации нацпроектов. В ноябре ведомства выходят на финишную прямую по выполнению показателей этого года. От трассы «Формулы-1» к лучшим учителям Кубани. Трудовая неделя губернатора Вениамина Кондратьева была наполнена множеством важных событий и деловых встреч. Самые заметные мы отразили в нашем традиционном дайджесте. В Сочи завершился этап российского гран-при «Формулы-1». Старт основной гонки дали заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С вице-премьером глава региона также посетил «Падок» и «Питлейн». Напомним, «Формула-1» проходит в Сочи уже в шестой раз. Бизнес-партнерство и налаживание гуманитарных связей. О развитии деловых отношений говорили губернатор региона и полномочный посол Федеративной республики Германия в России. Для Гезе Андерса фон Гайра это первый визит на Кубань. Вениамин Кондратьев отметил, что Германия – это главный европейский партнер для региона. В прошлом году внешний торговый оборот между ней и Кубанью составил 303 миллиона долларов. Индустриализация на Кубани выходит на новый уровень. Полный цикл производства продуктов питания от грядки до прилавка показали министру промышленности и торговли России. Вместе с Денисом Мантуровым индустриальный парк Краснодар посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Для региона это абсолютно новый опыт, когда одна компания строит индустриальный парк, создает там же собственные производства и полученными товарами снабжает страну. Учителя России отметили свой профессиональный праздник. В Краснодарской филармонии лучших педагогов Кубани награждал губернатор. В этом году 46 работников образования получили звание «Заслуженный учитель Кубани». Вениамин Кондратьев отметил, что именно педагоги участвуют в формировании будущего каждого человека и именно в их руках возможность отыскать таланты и помочь им самореализоваться. Владимир Путин с рабочим визитом посетил Тамань. Вместе с полномочным представителем президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым глава государства осмотрел портово-индустриальный парк «Атека». Как он будет выглядеть в будущем, хорошо видно на макете. По плану на территории объекта будут работать 6 заводов по переработке и производству химических веществ, 2 комбината по переработке сои и производству кормов, а также крупный тепличный комплекс. Радостной выдалась Семидневка и в поселке Плодородном. Там торжественно открылся новый детский сад со сказочным названием «Золотой ключик». В нем будут получать дошкольное образование 170 мальчишек и девчонок. По новому зданию прогулялась и наша съемочная группа. Открытие нового детского сада – настоящий праздник для жителей поселка Плодородного с выступлениями юных артистов и счастливыми улыбками взрослых. На торжество собрались будущие воспитанники учреждения, их родители, а также сотрудники детсада. Этого события все ждали с нетерпением. Это действительно первоклассное детское дошкольное учреждение с современным порудованием, которое находится как внутри, так и на детских непосредственно игровых площадках. Хочу подчеркнуть, что в этом году мы построили, уже ввели в эксплуатацию 6 детских дошкольных учреждений, а за 3 года 15 детских садов. Такой масштабной стройки, как школ, так и детских дошкольных учреждений в Краснодаре никогда не было. Это благодаря поддержке непосредственно и губернатора Краснодарского края, и нашим замечательным строителям, которые берутся за эти сложные работы. Красная лента перерезана, и двери садика распахнуты. Это дошкольное учреждение сможет вместить не менее 9 групп ребят в возрасте от 3 до 7 лет, а конкретнее 170 малышей. При необходимости в нем сформируют ясельные группы. Для этого есть все условия и возможности. И хотя торжественное открытие состоялось лишь сегодня, ребята уже облюбовали новенькие кабинеты. Учреждение для дошкольников уже пару недель работает в тестовом режиме. На сегодняшний день уже работает 3 группы. В этих группах 40 детей, и группы постепенно будут увеличиваться, потому что подходят дети со своими родителями, и детский сад скоро наполнится веселыми детскими голосами. Я думаю, что к Новому году мы будем все у елки, всем детским садом, всеми группами. В новом садике есть все для того, чтобы детство ребят, живущих в Плодородном, было действительно интересным и счастливым. Здесь современные музыкальные и спортивные залы, компьютерный кабинет. Есть даже уголок психологической разгрузки, где малыши смогут развлечься и отдохнуть. Кроме того, в здании оборудованы пищеблок и медпункт, а на территории беседки и игровые площадки для мальчишек и девчонок разных возрастов. Дети рады тому, что у них так много зон для игр, а родители счастливы уже от того, что учреждение находится буквально по соседству. Площадь детского сада около 3000 квадратных метров. Его возвели в рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры. Конечно же, он оборудован всем необходимым для безопасности ребят и просто красоты. Анастасия Федотова, Иван Жалнин и Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». И во второй части выпуска продолжим знакомить вас с событиями уходящей недели. Вот о чем поет речь далее. Этой ярмарке краски все ярче и ярче. Традиционная кубанская ярмарка этого года в краевой столице собрала беспрецедентное количество участников и гостей. Любовь к самолетам не проходит с годами. Единственный в нашем городе герой Советского Союза Григорий Хаустов отметил 80-летний юбилей. Рубить по закону, высаживать по правилам. Что стало причиной вырубки голубых елей и где скоро зазеленеют молодые деревья. Это неделя в Краснодаре и мы продолжаем. Тысячи гостей и первые заработанные миллионы. В Краснодаре проходит кубанская ярмарка. Главная краевая агровыставка собрала фермеров со всего региона и они привезли лучшую продукцию. Самые сочные яблоки, самый сладкий виноград, свежайшее молоко и ароматную выпечку. Товары представлены по 12 направлениям, а значит каждый покупатель не просто найдет то, что ищет, а сможет исполнить свои самые смелые гастрономические мечты. Куриня на улице, торговые ряды в павильонах. Площадь, которую занимает кубанская ярмарка, можно сравнить с небольшим островом в океане. 80 тысяч квадратных метров. И на этом поле все в изобилии. Если на самой первой ярмарке в 2011 году ассортимент продукции был довольно однообразный, то теперь даже кубанский хамон и пармезан найти можно. Ангелина Макаренко секреты Камамбера узнавала опытным путем. Изучала европейские технологии. Где-то пришлось и подглядывать. У каждого производителя есть свое отличие. Как бы название вроде бы оно схожее, но есть, естественно, свои технологии у каждого производителя разные. Но я думаю, что каждый свой вкус все равно находит. Что-то нравится, что-то может не нравиться. Ярмарка – главная выставка продукции малых форм хозяйствования. Здесь преимущественно небольшие предприятия. Но многие из них, из маленьких ферм, уже превратились в производство полного цикла. Просто доить корову – не модно. В наше время успешными становятся те, кто исповедует схему от посева корма до стола потребителя. В 2016 году мы подали документы на грант. Начинающий фермер выиграли его. И получили деньги. Построили новый корпус животноводческий на эти деньги, на 200 голов. Сыроварку купили на 250 литров. И доильную установку сделали новую. О растущих малых предприятиях на открытии выставки говорил губернатор. Он вместе с председателем Законодательного собрания региона Юрием Бурлачко и главой Краснодара Евгением Первышевым принял участие в торжественной церемонии. Губернатор отметил большое количество открывающихся предприятий. Это стало возможным не только с помощью государственной поддержки, но и за счет трудолюбия фермеров. На то, чтобы обойти огромные торговые площади, нужен не один час. Глава Кубани останавливался у каждого стенда, общался с участниками ярмарки и узнавал от них напрямую проблемы малого бизнеса. Перспективу этого бизнеса видишь? Ну, на протяжении 7 лет мы на рынке и потихонечку развиваемся положительно в цикле. Да, поэтому как бы… То есть перспективу развития не видишь? Конечно, да. А выгодно ли выращивать? Сам не посчитал. Честно, очень много финансовых положений требует. Это продукт, который сегодня оставили, может быть брендовым, и максимально можно вашей активностью воспользоваться, грамотно воспользоваться. Мы готовы подключиться, чтобы финансово вас поддержать, но мы должны понимать, что мы будем иметь на выходе. Конечно. Вот это очень важно. Удачи. Все, спасибо большое. Поддержку губернатора просили и со сбытом продукции. Местные садоводы уже давно научились украшать ландшафты не хуже голландцев. Но доступ к кубанским клумбам получают не всегда. Вот такое разнообразие цветов, палитра, таких красок – это украшение. Сегодня наших общественных зон. Неважно, это будет станица, либо город, либо курортный город. А у нас порой посмотришь на закупки. Откуда только не закупаем. Откуда только не закупаем. Андрей Николаевич, вот раз все равно это ваша зона окрестности, дайте мне анализ. Откуда мы закупаем для благоустройства наших дворов, парков, скверов, наших городов, станиц, сел. Откуда мы закупаем посадочный материал. Я еще раз подчеркну. Там, наверное, будут страны, которые прятаны. Откуда и за качество мы ни с кого не спросим. Вот того самого посадочного материала. А здесь, а здесь, они рядом. И они наши. И они гарантируют качество. Прямо у стендов губернатор и предприниматели успели обсудить и важность науки в современном бизнесе. Вкусный каравай без современных технологий испечь непросто. Я вам бы хотела показать три хлеба. Вот этот хлеб из одной муки, вот этот из другой, а вот этот из смеси этих двух. Который сделан на основе научных исследований, то есть по свойствам этой муки составлена смесь, которая дает в результате более качественные образцы хлеба. Наука сегодняшняя, она должна стать, даже не быть, а стать прикладной. Максимально сегодня нужны нам научные, прорывные и идеи, и решения. Вот, чем вопрос. И сегодня правильно у вас курс взят. Прикладное значение науки. Не просто наука ради науки, не просто разработки ради разработки. Это должно иметь прикладное значение. Наука должна научиться зарабатывать. Вот, чем вопрос. Наука должна быть востребована. В первую очередь востребована бизнесом. Она должна быть востребована отраслями нашей экономики. Вот тогда наука будет по-настоящему востребована жизнью. Традиционно одна из самых крупных делегаций на ярмарке представляет именно Краснодар. Здесь, например, можно купить чистокровных домашних птиц с замысловатыми названиями пород – брама и кахинхин. Заводчик Григорий Немченко старожил ярмарки и принимает в ней участие все 9 лет. Говорит, здесь много не только покупателей, но и полезных знакомств. Самое главное, что здесь мы налаживаем новые контакты. На эту ярмарку съезжаются со всего края люди, даже не только с нашего края. Со Ставрополя, с Ростовской области. Есть с Чувашией приходили к нам люди, с Челябинска. Так что, как бы, это новые контакты, это новый ореоль распространения своей продукции. Ну и кроме этого, здесь приятно выставляться, довольно хорошие условия. Конечно же, производители привезли на ярмарку только самое лучшее. Например, некоторые из этих птиц – победители международных выставок. Их потомство покупают ради вкусного мяса, яиц и даже в декоративных целях. А по соседству расположилась площадка с краснодарскими кроликами. Можно сказать, что пушистики пользуются популярностью у покупателей. Уже есть пустые клетки. Всего Краснодар на ярмарке представляют 78 участников. Они приготовили для покупателей товары на любой вкус и запрос. Здесь и техника, и продукты, а также растения, рыба, птицы, животные и даже пчелы. Зеленый свет на ярмарку и у сельхоз кооперативов. Казалось бы, устаревшая форма бизнеса обрела вторую жизнь в последние пять лет. Губернатор призвал фермеров объединяться, вместе развиваться легче. Особенно, когда товар штучный. Главе Кубани показали домашнюю птицу редких пород. Ее научились выращивать в Кореновском районе. А вот с продажами есть трудности. Важно в рамках рынка не только научиться выращивать, но научиться продавать. Сегодня это не менее важное искусство, именно искусство. Поэтому вам важно, наверное, таким как вы, объединяться в какой-то кооператив и искать вот того оператора, который вам поможет продавать сегодня курей подобного, допустим, качества мяса. Контактируем между собой и ищем какие-то связи. Андрей Николаевич, мы здесь, наверное, все-таки помочь им системой. Вы продаете живым мясом? Ой, живым? Да. Или не живым продают? Или не забивают? Давайте подумаем так, чтобы вы не потерялись в рамках палитра рынка. Конечно, жесткой конкуренции. Но вам нужен свой клиент. Мы подумаем, как сделать так, чтобы они своего клиента нашли. Всех аграриев организаторы поделили по 12 направлениям. Тут их называют кластеры. В топе рейтинга – садоводы и виноградари. Их здесь 184. Из обычной торговой площадки событие выросло вместо обмена опытом. Здесь находят не только рынки сбыта, но и знакомятся с новыми технологиями и находят деловые контакты. Две ярмарки назад Елена Григорьева со своим индивидуальным фермерским хозяйством нашла партнеров по бизнесу. Теперь на стенде в три раза больше продукции их совместной аграрной кооперации. Последние два года мы участвуем как кооператив. И от кооператива посмотрите, какой ассортимент. Это уже говорит о многом, что объединяясь, у нас увеличивается и объем, и ассортимент, и качество продукции. Я думаю, в общем, от кооперации выиграют все. Даже у самого искушенного гурмана на кубанской ярмарке наверняка разыграется аппетит. Колбасы, сыры, мороженое, рыба копченая, мясо соленое отсюда вывозят тележками. На прилавках строго по старинной традиции все натуральное. Ярмарка как площадка важна не только для производителей. Главный гость здесь – потребитель. Ярмарку жители Краснодара и окрестных поселений ждут. Классно. Каждый год приезжаем сюда с одной целью – накупиться много деревьев, посадить и ждать, что из этого получится. Помогли выбрать, посоветовали. Народу пока немного, но уже есть дефицит. То, что хотела купить, уже кое-где разобрали. Очень прекрасно, все доступно, все красиво. Покажите, что у вас там. Это все, и лимоны, и такие вот. Стоит ходить на ярмарку? Нет, конечно. Я ее жду практически год. Чудесная ярмарка, отличное настроение, хорошая продукция. С каждым годом, мне кажется, все лучше и лучше становятся. Про такое событие точно можно сказать. Лучше один раз посетить, чем сто раз услышать. Ведь телевизор, как минимум, не может передать вкус и аромат. Но даже если вы не успели на кубанскую ярмарку сегодня, впереди еще два дня, чтобы уж точно все попробовать. И убедиться лично в том, что такое кубанское качество. Анастасия Федотова, Иван Жалнин, Анастасия Федя и телекомпания «Краснодар». Программа кубанской ярмарки в этом году была насыщенной, как никогда. Впрочем, то же самое можно сказать и о неделе мэра краевой столицы. Какие поручения дал Евгений Первышев? С кем и на какой предмет соглашение заключил? И с кем сыграл самую популярную игру? Смотрите в нашем дайджесте. Сборная главы Краснодара Евгения Первышева провела третий в этом сезоне товарищеский матч с горожанами. На этот раз соперниками администрации стали жители фестивального микрорайона. Сложнейшая игра закончилась со счетом 6-5 в пользу горожан. Что уже сделано и что еще предстоит? Глава Краснодара Евгений Первышев и председатель Гордумы Вера Галышков встретились с жителями Центрального округа. Обсудили ремонт котельной на территории машиностроительного техникума, установку освещения в саду Тротнера, ремонт уличного освещения на Володарского и установку светофора на пересечении улиц Гудимы и Арджиникидзе. По каждому вопросу мэр обозначил сроки их решения. Общегородской контроль за землей. Территории Краснодара, возвращенные в муниципальную собственность, нанесли на интерактивную карту. Ее создали по поручению главы кубанской столицы. Евгений Первышев отметил, что администрации важно не просто вернуть участки, а использовать их для нужд горожан, создавать на них новые зеленые зоны и строить спортивные площадки. Один из краснодарских застройщиков безвозмездно передал собственность города территорию площадью более 3,5 гектаров. Глава краевого центра Евгений Первышев и учредитель группы компании ССК Карен Казарян подписали договор о передаче. На участке возведут школу и детский сад. Во дворце искусств премьера с профессиональным праздником и достижениями педагогов Краснодара поздравили мэр Евгений Первышев и председатель городской думы Вера Галушко. Золотую книгу образования Краснодара пополнили 4 новые имени, а еще 9 лучших сотрудников и руководителей детских садов и школ отметили знаками почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Последний из 33 незаконно установленных торговых павильонов демонтирован в Краснодаре. Администрация города добилась возвращения в муниципальную собственность всех земельных участков под ними. По словам мэра Евгения Первышева, все эти участки вместе с другими территориями уже нанесены на интерактивную карту, где каждый житель Краснодара может контролировать процесс возвращения муниципальной собственности городу и горожанам. И еще об одном значимом торжестве недели. 12 друзей было у главного героя известного голливудского фильма. У нашего героя настоящего, а не киношного друзей гораздо больше. И вместе с ними он отметил свой юбилей и преподал молодежи настоящий урок мужества. О ком речь узнаем из репортажа нашего корреспондента Виталия Молчанова. 80 лет отметил на днях герой Советского Союза краснодарец Григорий Хаустов. Семь героев России сочли за честь принять участие в торжестве, посвященном юбилею летчика-героя, которое прошло в Краснодарском высшем военном авиационном училище. Две сотни крусантов получили своего рода урок и пример перед глазами. Когда еще у них будет возможность наблюдать сразу такое количество героев Советского Союза и России? Один из них, генерал армии Виктор Казанцев, так отозвался о юбиляре. Фактически всю свою жизнь от сухи начал, знаете, то, что говорят, от сухи, начал понимать, что такое труд. И своим трудом добился, не так, как сейчас многие, там, кто-то справа, с левой, помогают, тащат за уши, и так далее, протеже дают. А он своим трудом достиг того, чего хотел бы достичь каждый. В Афганистане, где служил Хаустов, оказаться хотел, наверное, все-таки не каждый. Да и не каждый там был нужен. А вот такие, как Григорий Павлович, да. Полковник Хаустов разработал и осуществил одну из самых успешных операций нашей авиации в Афганистане. За уничтожение базы Маджахедов Григорий Павлович был удостоен звания Героя Советского Союза. Сам юбилеар так оценил свою дату в 80 лет. То, что намечено, то и делается. И вот эти, так сказать, рубежи, которые возникают, да, они имеются, да, они дают возможность встретиться со своими. Честно говоря, я очень хотел увидеть своих боевых собратьев. С каким-то таким толчком, мы положительным толчком движемся по жизни. Служба, боевые друзья, а как же семья? А она рядом. Пропустить такое торжество не могли ни дочь, ни сын, и, конечно же, супруга. Как-никак 52 года вместе. В жизни такой же, как и в летной работе. Твердый, крепкий камень. Как говорится, везде должен успеть, везде он должен. Первым везде и в работе, и по дому, и везде. Он им может приготовить. И он сказал, я солдат. Я все могу делать. Курсантам повезло. Только в этот день у них была возможность побывать на юбилее Григория Хаустова. Ведь через пять лет, когда Григорий Павлович будет отмечать 85 лет, нынешние студенты уже покинут стены училища и будут летать. Виталий Молчанов, Евгений Литовко, Анастасия Федяй, телекомпания «Краснодар». Формула, ярмарка, юбилей и праздники. Но не только они попали в центр внимания краснодарцев на уходящей неделе. Были и другие моменты, не такие радостные, но не менее значимые. Например, деревья. И не их высадка, а наоборот вырубка. Кубанский государственный аграрный университет всегда славился своей ухоженной зеленой зоной. Более тысячи видов различных деревьев, растений и кустарников растет в уютном парке. Многие краснодарцы приходят сюда отдохнуть, послушать пение птиц, полежать на траве и погулять по знаменитой аллее. Однако на этой неделе жители кубанской столицы не на шутку взволновались. В сельхозинституте начали массово вырубать голубые ели. Но, как говорится, дыма всегда больше, чем огня. Что же случилось с голубыми елями в Кубгау? Что грозит, если вы решите спилить ненавистное вам дерево? Сколько вырубают и сколько сажают стволов в год в нашем городе? Смотрите в специальном репортаже Александра Крошного. Голубые красавицы Кубанского университета пошли под спил. И не шуточно, а массово. И, естественно, краснодарцы подняли панику. Ведь, как это обычно бывает, пользователи соцсетей, не разобравшись в сути дела, делают поспешные выводы. И это касается не только парка Кубгау. Но обо всем по порядку. Вырубка в Кубгау была запланирована заранее. И причины для этого вески. Дело в том, что лесные красавицы не способны жить вечно. Если высыхают, в их коре заводятся клещи, которые губят растения. Руководство университета поспешило успокоить всех неравнодушных. Производится плановая вырубка санитарная и обрезка деревьев на территории университета. Это мероприятие плановое. Проводим мы это регулярно, начиная с 2008 года. На данный момент производится снос аварийных деревьев, пострадавших от поражения клещом. Это олейная посадка. Порядка 134 деревьев здесь будет убираться. В связи с тем, что внутренняя часть кроны поражена клещом была до 70%. В большинстве случаев. Всего на территории вуза расположено более 11 тысяч деревьев. Это, грубо говоря, по одному дереву на трех студентов. А тех самых знаменитых елей около полутора тысяч. Университет уже давно занимается выращиванием этих зеленых красавиц и высаживает на все территории университета, тем самым повышая популяцию этого достаточно необычного вида растений для нашего климата. Но речь, конечно, не только о знаменитых елях. Речь в целом о деревьях, украшающих наш город. Недаром их в Краснодаре называют «зелеными легкими». Кубанская столица с каждым днем становится все больше. Но тополям, кленам и другим гигантам свойственно стареть. И пока молодые набирают силу, их старшим товарищам нужен уход. Для полного комплекса заботы о нашей растительности в городе даже создана специальная служба. Каждый ствол на строгом учете. И если уж рубят дерево, значит так надо. Но это понимают, к сожалению, далеко не все. Очень непопулярное, очень странное решение. Особенно в период, когда идет острая борьба за экологию, да? Не из прихоти, а ради безопасности рубят старые стволы в нашем городе. Кстати, нашей с вами безопасности. И на каждый такой спил нужны веские доводы и даже разрешения. Ну, в первую очередь, конечно, это департамент городского хозяйства. Принимает решение о целесообразности либо спила дерева, либо его санитарной обрезки, либо моложения, либо формулочной обрезки. Любое, либо частное лицо, либо юрлицо обращается в департамент городского хозяйства, либо в МФЦ. На основании чего организация департамента городского хозяйства выезжает на место и обследует. На основании акта обследования выдается порубочный билет. Также в этом году глава краевой столицы Евгений Первошов запустил челлендж. Его суть заключается в том, чтобы за год в городе высадили 10 тысяч наших зеленых братьев. В это число входит и замена старых деревьев. Ежемесячно на территории кубанской столицы обновляется около 700 лиственников. Так что беспокоиться не о чем звание зеленого города и дальше будет нести наш родной Краснодар. Деревья кубанской столицы это легкие нашего города, да и всего края. И вредить им нельзя. Не ради детской забавы и не ради ароматного шашлыка. Ведь за это можно поплатиться не только рублем, но и свободой. За незаконную рубку повреждения насаждений, деревьев, кустарников, если эти действия были совершены в значительном размере, то есть с ущербом более 5 тысяч рублей, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 260 Уголовного кодекса России, предусматривающей наложение штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 200 тысяч рублей. Да, старые отжившие свой срок деревья становятся опасными и таких случаев немало. Но ответственные городские службы следят за этим и убирают трухлявые стволы. Ведь некоторые из деревьев не то что ровесники Краснодара, но и старше его самого. И по-моему замечательно, что действует такая внегласная формула. Срубил одно дерево, посади 10. Ну а тем, кто жалеет о старых трухлявых стволах, стоит вспомнить о разбитых машинах и упавших на горожан веток. Александр Крошный, Евгений Литовко, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар». А еще на этой неделе в депо номер один доставили второй из 12 троллейбусов с автономным ходом. Все остальные машины прибудут к нам до 11 ноября. Они будут оснащены мощными кондиционерами, автоматической системой пожаротушения и доступом в интернет. А еще они будут отличаться от прежних внешним видом, аккуратным и привлекательным. В восточном трамвайном депо тоже пополнение. Во вторник из Усть-Котава, Челябинской области, в Краснодар доставили два новых трамвая. Сейчас вагоны проходят обкатку, то есть готовятся отправиться в длительное путешествие по городским маршрутам. Хочу отметить, что такое обновление парка трамваев – самое масштабное за всю историю этого транспорта в краевой столице. 11 вагонов уже поступили в город, еще 24 привезут до конца года. Все они низкопольные и оборудованные по последнему слову техники, с учетом поставленных перед изготовителем задач. В каждом из них тоже есть мощный кондиционер, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильной техники. Вагоны оборудованы аппарелями для посадки маломобильных граждан, площадками для инвалидных колясок и радиоинформаторами для инвалидов по зрению. Также в них автоматически объявляются остановки, есть мониторы с необходимой информацией, а также специальный модуль, который при необходимости оповестит пассажиров о чрезвычайных ситуациях – природного или техногенного характера. И возвращаясь к главной теме первых выходных октября. Дорогие наши наставники, наши гуру, наши педагоги. Все мы помним, как в День учителя спешили поздравить букетом цветов классного руководителя и любимого предметника. А в ответ получали душевные объятия и искреннюю улыбку. Мы даже спустя годы готовы много раз сказать вам спасибо за вашу открытость, за ваши тонкие замечания, за любовь к своей профессии и к нам. Но праздник этот 5 октября отмечают не только школьные педагоги. Без внимания не остаются воспитатели детских садов и вузовские преподаватели. Мы узнали у горожан, а кому бы они хотели сказать слава благодарности в этот замечательный праздник. В начальной школе, да, у меня был хороший педагог, который всегда помогал, поддерживал. Я сам преподаватель, доцент кафедры уголовного права Кубанского государственно-аграрного университета. И всегда с благодарностью вспоминаю тех учителей, которые в свое время, послевоенное, тяжелое время меня воспитывали и учили. Мой классный руководитель Мелихова Слана Васильевна, она отличный преподаватель русского языка и литературы, привила нам любовь к чтению, к русской литературе. Бабушка есть, мама есть, дедушка есть. Это все педагоги немецкого языка, немецкого, потом английского языка. Они меня заставляют учиться, мотивируют меня. Абсолютно всем благодарна, потому что благодаря ним много чего узнала. И все, кто был в моей жизни, очень хорошие. Так что у нас есть хороший повод позвонить и поздравить своих учителей, или же наведаться в школу, чтобы поговорить по душам с бывшим педагогом за чашечкой чая. А у меня на этом пока все. Еще больше полезной информации о жизни Краснодара ищите на нашем сайте tvcrasnodar.ru и в наших аккаунтах в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь. Отличных выходных и до встречи на Главном городском.